Добрый день, меня зовут Широгина Оксана Викторовна, я доктор медицинских наук, профессор Самарского государственного медицинского университета и заведующая лабораторией вспомогательных репродуктивных технологий групп компании «Мать и дитя Самара». И сегодня я приглашена в клинику, в лабораторию ВРТ, в клинике доктора Д, которые получили и установили уникальнейшую систему для того, чтобы смотреть, как развиваются эмбрионы пациентов вместе с технологией искусственного интеллекта и поделиться своим опытом, который есть уже и накоплен у нас в клинике и показать пациентам, что впервые в республике в Узбекистане появилось такое уникальное оборудование и продемонстрировать все возможности, которые на сегодняшний день есть. Ассаламу алейкум, друзья! Ассаламу алейкум, которые на сегодняшний день есть. Вот мы с вами подошли к вот этому уникальному оборудованию, это эмбриоскоп Плюс, который, посмотрите, в него можно поставить несколько пациентов. Вы видите, сейчас уже стоят здесь пациенты, и мы сейчас с вами потихонечку, аккуратненько, немножко будем иметь возможность подсмотреть за тем, как развиваются эмбрионы. Например, вы видите, да, что на пациента, посмотрите, вот это все оплодотворенные яйцеклетки. Они не все одинаковые, они все разные. И эмбриолог, подходя вот к этому экрану, уже может сразу сориентироваться и посмотреть, есть ли какие-то проблемы или нет. Это прекрасный вариант для того, чтобы нам не нужно было доставать чашку из инкубатора, так как мы делаем это в обычной жизни, в классической работе. Здесь все происходит в закрытой системе, мы эмбрионы не трогаем, мы, что называется, 24 на 7, они у нас под чутким контролем и под чутким присмотром в самых лучших условиях, где не меняется ни температура, ни уровень газов, потому что здесь все очень и очень стабильно. Когда мы探чим, мы учимы в биологических школе, которые наиболее во первые в этом уровне. Мы учимы в ней, что обычно мы учимы, мы учимы в илоге, когда мы учимы, мы учимы, если мы учимы в инкубатере, при busим, готовим, все посреди, мы учимы, и, температура, все улетворим, мы учим в времени, я наиболее вирушебную терпевку набираюсь, Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Вот сейчас я вас приглашаю посмотреть, вообще увидеть, что называется крупным планом, широкоформатным экране, как же развиваются эмбрионы. И смотрите, то, что раньше было скрыто от нас, то, что мы не видели, сейчас можем мы проанализировать все пять суток развития эмбрионов, и можем посмотреть, как развивалась оплодотворенная яйцеклетка. Какие здесь были нюансы? Это то, что мы раньше не видели, а сейчас система готова оценить, как развивается эмбрион. И очень важно время, которое тратит эмбрион на свое развитие. Вот посмотрите, обратите внимание, как быстро, кажется, он делится, да, а ведь емка идет каждые 15 минут. Смотрите, вот сейчас он похож на ягодку-малинку, и скоро мы с вами увидим уже на пятые-шестые сутки формирование той заветной пластоцисты, которую ждут все наши пациенты и мы специалисты. Смотрите, какая красота для того, чтобы потом этот эмбрион был либо заморожен, либо перенесен в полость матки. Смотрите, как и все наши, эмбрион, либо перенесен в полости, либо перенесен в полость матки. Мы не знаем, что это конечно люди, которые были заморожены, либо перенесен в полость матки и Могаткян, Момола, дарру, очи берешке, ва эмбрион-ларни, интеллектуал, суньи интеллекту оркали, дашь шиберат, манагады порчет болады. Харбито, айолы, эмбрион рывордан, бешен чикинге кеганда, бірнешті стадиялардан аутып, манага бластатистай келады. Бластатистай кеганда, агар да сфати якшу болады, эмбрионске порчет берет, манагады шки яратады, манагады айол га уткыздып коймаса, от Heather II Ановаса на юна турк começou кай 것도 обостр memesан içinde, изкутий снира татия ларады, манагады эмбриона, манагады, ембрионик memeудады и имбрион, б freely покрит, манагады оркали, дел pendingensу лару вецистях. У Chief皇 манагады суборгану, бешен чикerten директерна, манагады, дом despасты шиберат, и Associate Monsterocate ladder, Б Rhode Ан Fire peque, коależ паре, dia немож específic. На самом деле очень важно, что здесь участвует, скажем так, не только визуальное изображение, его оценка. Очень важно, что как раз тот искусственный интеллект, с которым мы встречаемся в повседневной жизни, потому что все мы с вами используем телефоны и есть подборка мелодий, которые нам нравятся. Это все искусственный интеллект делает. Здесь не только специалист, но еще и сама система, которая основана на анализе одного миллиона изображений тех эмбрионов, которые в результате дали рождение здоровых детей, она сама каждый эмбрион ранжирует и выставляет ему оценку от 1 до 10. И мы понимаем, какой же эмбрион, не только внешне, как он выглядит, вот так вот симпатично и красиво, но еще учитывая время, когда происходило его развитие и насколько правильно он развивался. И вот исходя из этой оценки, мы переносим эмбрион в полость матки или, например, мы их замораживаем. Потому что сейчас в практике репродуктивной медицины все мы в большинстве своем настроены на перенос одного эмбриона, чтобы не было многоплодных беременностей, потому что нам очень важно здоровье рожденных детей. Рожденный имбрион, которые были в любом смысле, мы только обозрели в результате, и уже сами понимали, что мы все заставляли в результате, чтобы малый экзементский интеллект обучился, но и в последний длинный рожденный на беременностей, мы не знаем, что они люди обозрели это праздумя, но даже finding ноутбол, что они занимаются, и люди обозрели миром, которые мыเลย были заставляем, и они в основном переходе до скорости. Уже такая же и важная на завтра есть, Пусть мы в 5 часов часа, а также получили праздники, с кем-то acordета назад, закрывали шансы. Возвращались как наши книги визуально. Мы пришли к 알아берем в mês ее с теми, Внутри я не смогла забрать. Поэтому я знал, что эти люди были знаменитым. Мы знали, что наши люди были знаменитым, И сегодня мне остается только поздно, поздравить клинику, специалистов, эмбриологическую команду, которая здесь работает, и самое главное, пациентов, потому что в руках у специалистов появился совершенно новый, уникальный, неинвазивный инструмент для того, чтобы выбрать лучшие эмбрионы, переносить, замораживать. И, конечно, остается только пригласить всех пациентов в клинику для того, чтобы у них была возможность, точно так же, как и специалистов, с самого начала иметь историю развития их будущих деток. Более всего, после того, как мы учитываем, Но наши эмбриологи и репродуктологи университет технического технологии и теоретические технологии.